Крымскую достопримечательность освобождают от застроек на плато Ай-Петри. Крымскую достопримечательность освобождают от застроек на плато Ай-Петри. Крымская достопримечательность освобождают от застроек на плато Ай-Петри. Больше полугода власти Крыма разрабатывали проект по очистке заповедной зоны от объектов частного бизнеса. Сергей Аксенов поблагодарил предпринимателей, которые самостоятельно начали демонтаж зданий, а также отметил, в будущем на месте шалманов появится оборудованная смотровая площадка. Разговоры об очистке вершины горы Ай-Петри от так называемых шалманов не утихают уже несколько месяцев. Однако к активной фазе запланированной работы власти республики приступили только сейчас. Торговые точки в этом месте подлежат сносу. И некоторые владельцы общепитов своими силами уже постепенно начинают демонтаж строений. Например, из этого кафе рабочие добровольно выносят мебель. Правда, пока что это единственный пример такой работы. Другие заведения просто закрыты. Мы построили кафе. Потом сделали документы. Тоже не бесплатно. За все это мы платили. Платили каждый год налоги. Это обязательно. И сказали, что нет у нас там канализации. Это неправда. И канализация сразу же, когда строили здание, и канализацию мы построили. И все документы у нас есть. Мы на законном. Мы очень рады, что нас присоединили к России. Мы думали, что будет порядок. Потому что при Украине сильные поборы были. Но оказывается, что мы как бы разочарованы чем? Что мы останемся без работы. Владельцы здешних кафе сетуют. Данный бизнес является единственным способом заработка для многих людей. Компенсация за снос, по словам предпринимателей, в размере 2,8 миллионов рублей не покрывает даже половины вложений. Однако власти Крыма придерживаются другого мнения. По словам главы республики Сергея Аксенова, торговые точки в данном районе окупились уже не один раз. При Украине эта земля выдавалась с явным нарушением закона. Но сейчас пришло время вернуть Крыму заповедную территорию. На самом деле, этот вопрос с бородой, который уже был сформирован во время аннексии Крыма Украиной. Мы понимаем, что в данном случае больше этот вопрос разрывался как политическая карта. Здесь в том числе люди играли и органы власти на межнациональных отношениях. Но сегодня благодаря вот такому взаимодействию, плотному, я хочу в первую очередь, еще раз говорю, обратиться и сказать спасибо тем, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность, в том числе пошли нам навстречу. При этом, конечно, со всеми предпринимателями работали местные органы власти. По словам главы республики, всем предпринимателям, чья собственность подлежит сносу, будут предложены альтернативные места для ведения бизнеса. Это территории в ПГТ Семейс и Бахчисарая. Примечательно то, что еще не так давно владельцы местных торговых точек были против такой сделки. Однако сейчас свое мнение изменили и утверждают, что договоренности с властями достигнуты. Конкретно под демонтаж попадают 45 строений. По прогнозам министров, очистить вершину Айпетри должны за полтора месяца. После этого землю передадут в администрацию города Ялты. Властями Крыма было принято решение совместно с нами прийти к общему диалогу о том, чтобы мы добровольно демонтировали данные строения, так как это заповедная зона и является визитной карточкой жемчужины Крыма. Диалог был непростой, но благодаря властям Крыма и вам лично, Сергею Валерьевичу, Руслану Смариловичу, Зару Славовичу, мы прошли этот непростой этап и пришли к единому мнению о том, что мы должны добровольно демонтировать данные строения и передать земельный участок управлению города Ялты. Что же касается будущего этой территории, то у властей Крыма есть целый проект по облагораживанию заповедной зоны. Одно известно точно – никаких строений больше не будет. На месте торговых точек появится смотровая площадка, а также здесь создадут экологический ландшафтный парк. Сергей Аксенов подчеркнул, что все незаконные объекты в заповедных зонах, в том числе находящиеся и на пляжах, будут ликвидированы. Егор Зайцев, Евгений Старика, Служба новостей ТВ, Айпетри, Ялта. В Симферопольском детском саду номер 30 «Березка» началась реконструкция. Закончить ее планируют к концу года. На место с рабочим совещанием выехал глава администрации Симферополя. Геннадий Бахарев лично встретился с подрядчиком и проверил начало работ. Это максимум отыка. Живи за бетон? Живи за бетон. Живи за бетон? Друга. Здесь колонны, региляции уже за бетон. Проверили. По машину. Глядя на объем работ, которые предстоит подрядчику сделать в детском саду по адресу Самокиша, 26, с трудом верится, что уже к декабрю все будет готово. Проконтролировать начало демонтажных работ лично на объект приехал глава администрации Геннадий Бахарев. Самое главное, чтобы мы все работы выполнили в срок, вовремя. И я думаю, что никаких сбоев здесь быть не должно. Контроль буду осуществлять лично. Я думаю, уже недельными выездами на место. Здесь будут установлены камеры. Это очень важно для нас, чтобы мы выполнили свои обязательства перед президентом Российской Федерации. Обращаюсь еще к жителям, чтобы с пониманием прислежащие жители, которые находятся в периметре садика, воспринимали данные работы. Уже сейчас строители активно демонтируют старые окна и выбрасывают испорченную мебель. Благодаря обновленному детскому саду «Березка» в Крыму появятся дополнительные места для детей, которые нуждаются в дошкольном воспитании. Анна Остюкова, Служба новостей и ТВ. На месте строительства Крымского моста выполнена одна из самых сложных задач – построены фарватерные опоры. В августе они примут многотонные судоходные арки. На месте самой масштабной стройки в стране побывал председатель совета директоров компании, занимающийся возведением моста над Керченским проливом. О чём говорилось на встрече и на каком этапе строительства – об этом прямо сейчас. Самые большие опоры Крымского моста – фарватерные – уже возведены. В августе они поднимут над Керченским проливом судоходные арочные конструкции. Строители возвели свайные фундаменты и нижнюю часть ростверков опор. К месту стройки века, как её принято называть в России, прибыл руководитель совета директоров компании, которая занимается возведением моста Аркадий Ротенберг. Каждые блоки тут места разного. Сегодня мы отработали по автодороге технологию ускорения процесса. Мы блоки укрупняем на берегу здесь и поднимаем наверх с помощью тяжелых кранов. Тем самым ускоряем процесс сбора арки. Здесь мы сегодня уже видим то, что мы вышли из воды и уже сегодня можно сказать, что все те погодные условия, в основном шторма, которые были, они нам уже пользуются не страшно. Работаем в графике и надеемся на то, что в августе месяце всё-таки мы сумеем поставить уже саму арку. Возведение фарватерных опор строители начали в августе прошлого года. Было множество погодных препятствий. В частности, строительству опоры мешали штормовые условия. Была сформирована волнозащита. С каждым месяцем и с каждым этапом строительства внешний вид моста меняется. Появляется всё больше наготонных конструкций. Заказчик строительства принял выполненные работы более чем на 70 миллиардов рублей. Смета, как говорят руководители строительства, соблюдается. Финансирование выполняется по графику. Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ. Гости из сопредельных государств не оставляют попыток провести на территорию республики запрещенные предметы. На этот раз в пункте пропуска Армянск был задержан 44-летний украинец. На вопросы о содержимом багажа иностранец отвечал, что не везет ничего запрещенного. Однако досмотр с применением технических средств показал обратное. Гость из сопредельного государства вез с собой 50 патронов с резиновыми пулями калибром 9 мм. Украинец оправдывался, что приобрел боеприпасы на родине для личных нужд. Однако забыл выложить из автомобиля при визите в Крым. После беседы бойкомплект был изъят для экспертизы. Таможенное управление республики напоминает, что любое оружие и боеприпасы запрещены к перевозке через границу РФ, независимо от цели и сферы применения. В Крыму при странных обстоятельствах пропал 27-летний Михаил Тарасов. Известно, что молодой человек приехал на отдых 22 августа 2016 года из Воронежа. И уже на второй день перестал выходить на связь с родственниками. До настоящего времени местонахождение Михаила неизвестно. На вид ему 25 лет, рост примерно 180 см, худощавое телосложение, волосы темнорусые, короткие, глаза серые. Возможно, носит бороду и усы. Особые приметы – шрам на животе после удаления аппендицита. Всем, кто располагает информацию о местоположении Михаила, просьба звонить по телефону. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь 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 пятьдесят девять пятьдесят девять тридцать пять. Код города тридцать пять шестьдесят четыре. Номер телефона двадцать три шестьдесят три тридцать три или ноль два. Ректоры всех федеральных вузов страны собрались на ежегодном совещании клуба «Десяти». На этот раз оно проходит в Крыму. Руководители высших учебных заведений отметили, что за последние три года КФУ имени Вернадского значительно изменился. Между главными вузами страны идет активное взаимодействие. А сейчас появились и новые планы на будущее. О них подробнее Анастасия Калугина. Межвузовское сотрудничество федеральных университетов помогает не только развиваться каждому из них, но и взаимодополнять друг друга. Сегодня на ежегодные встречи клуба «Десяти» собрались ректоры всех федеральных университетов. Не только чтобы поделиться своими успехами, но и подумать о дальнейшем, теперь уже сетевом взаимодействии. Ректор КФУ Сергей Донич рассказал коллегам, как изменился вуз за последние годы, какие лаборатории и центры коллективного пользования открылись, как продвигается научная деятельность университета. Положительные сдвиги спустя три года с момента создания КФУ имени Вернадского увидели коллеги из другого КФУ, близкого даже по аббревиатуре – Казанского федерального. Я думаю, мы будем взаимодополнять друг друга, поскольку ресурсов всегда не хватает, сколько бы их нам государство не определяло. И мы будем создавать взаимодополняющие лаборатории в ряде приоритетных направлениях. Но сразу хочу сказать, что одно из них – это медицинское направление, поскольку это направление связано с жизнедеятельностью человека и всегда будет востребовано. Дальнейшее сотрудничество между университетами предполагает создание новых образовательных академических программ. Крымский федеральный хоть и показывает хорошие результаты, но всё же ещё адаптируется к общероссийским образовательным стандартам. Вместе с Казанским федеральным в КФУ имени Вернадского будут развивать конкурентоспособные направления – инженерные и IT-технологии. Задача максимально уйти от задваивания функций, чтобы не получилось так, что мы выполняем какую-то, создаём образовательную магистрскую программу, под него приобретается бруда. И ровно такая же программа создаётся в Южнофедеральном университете в Ростове, хотя мы ещё сегодня в одном южном федеральном округе. То есть нужно все эти моменты проговорить, и чтобы не было дубляжа. В век информации специалисты решили использовать современные возможности. В некоторых направлениях уже налажено сетевое взаимодействие, растёт академическая мобильность студентов и преподавателей. Приехали на совет клуба «Десяти» и гости из ведущих государственных университетов. Делятся своим опытом с коллегами в области онлайн-обучения. И вузы, мне кажется, тому, что более десятка вузов создают онлайн-пурсы. Онлайн-пурсы предполагают не просто, что прослушали какой-то материал инстанционный, предполагают ещё и выполнение заданий, и прохождение промежуточной аттестации. Опять же могу сказать от имени Санкт-Петербургского университета, что задания достаточно сложные. Если у нас на «Историю России» первый год записалось где-то 15 тысяч на одну сессию учащихся, то сертификаты получили несколько сотен. В научной среде республики есть определённые проблемы, заметил ректор КФУ. Порой крымчане не могут публиковать свои научные исследования в зарубежных изданиях из-за санкций. Сергей Донич предполагает совместное участие всех федеральных вузов в развитии наук, междисциплинарное взаимодействие, чтобы развивать научный потенциал студентов и преподавателей. Анастасия Калугина, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем эфир. Не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Сотрудники Главного управления МЧС России по республике Крым совершили благодарственный молебен во имя иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Мы всегда, когда есть необходимость, потребность, мы всегда готовы помочь спасателям точно так же, как и и нам. Крымчане требуют солнечной погоды, но природа не отвечает взаимностью. Где и сколько дней будут идти дожди, а также что делать с плохим самочувствием во время непогоды. Естественно, организм реагирует на такие резкие перепады, особенно сосудистой системы. Звезды российской эстрады не боятся санкций со стороны Украины и готовы посещать Крым. Об этом стало известно в ходе видеоконференции «Москва-Минск-Сухуми-Симферополь», посвященной детскому вокальному конкурсу. Маргарита Суханкина и Стас Пьеха отметили, они артисты вне политики. Подробности далее в сюжете. Показать свои вокальные данные миллионам телезрителей. «Ты супер» – это уникальный музыкальный проект, в котором принимают участие дети со всех уголков России и стран СНГ. У каждого участника тяжелая судьба. Все они остались без попечения родителей. Постарались сделать все возможное, чтобы провести этот кастинг, найти ребят, помочь ребятам каким-то образом. И главная задача, когда шел этот конкурс, нам очень хотелось, чтобы ребята, которые особенно приехали из-за рубежа, не чувствовали себя, ну, российская сторона поддерживала очень сильно. И мы сделали все возможное в наших территориях для того, чтобы к ребятам приходили слова поддержки из тех территорий, откуда они сюда приехали. Поддержать конкурсантов приезжали десятки звезд российского шоу-бизнеса. Оказаться на большой сцене для многих стало не только путевкой в жизнь, но и возможностью обрести настоящую семью. Маленькие таланты завоевали сердца миллионов телезрителей и будущих родителей. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Самая сложная роль в проекте досталась звездному жюри. Виктор Дробыш, Ёлка, Стас Пьеха и Маргарита Суханкина. Подводя итоги первого сезона, признаются, порой сказать «нет» было практически невозможно. Знаете, что в самые ключевые моменты, в самые ответственные моменты, уж насколько я шалобай, это абсолютная правда, мы принимали абсолютно идентичное решение. Мы стали самой настоящей командой. И это самое прекрасное, это тоже можно назвать переломным моментом, это самое прекрасное, что происходило с нами, с четырьмя. Потому что мы прям, мы очень разные. На видеоконференции звезды поделились своими воспоминаниями о Крыме. Подытожили, готовые посещать полуостров, несмотря на реакцию со стороны Украины. Благодаря Крыму я больше не могу приехать в любимую Украину. Благодаря тому, что я там выступал, они сочли, что это как-то было хамством. А было бы хамством не приехать, когда был продан полный зал, и оставить людей там сидеть и в итоге сдавать билеты. Для нас, артистов, мы в неком роде, вне политики. Мы всегда людей, ради людей, ради их веселья существуем. Победителя выберут 26 мая на грандиозном галоконцерте в Государственном Кремлевском дворце. Мэри Бадунс, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. Звон колоколов доносился сегодня из главного управления МЧС России по Республике Крым. В этот день, ровно 10 лет назад, на территории ведомства был освящен и начал работу храм-часовня. Во имя иконы Божьей Матери, Неопалимая Купина. Руководство Республики и личный состав крымских спасателей приняли участие в благодарственном молебне. На протяжении 10 лет в часовне проходят службы и великие православные праздники, на которые собирается большое количество прихожан, жителей и гостей полуострова. Мы благословляем и на выезды. Я сам бывал неоднократно на многих пожарах, на локальных больших пожарах, где также мы проводили душпасторскую работу, беседы с личным составом, помогали физически. И всегда, когда есть необходимость, потребность, мы всегда готовы помочь спасателям точно так же, как и не нам. Храм был возведен в 2007 году по инициативе крымских спасателей в память о погибших ликвидаторах Чернобыльской катастрофы и назван во имя иконы Божьей Матери, Неопалимая Купина, которая по народному верованию помогает сохранить дом от пожара, поджога и поражения молнией. Пожары, несчастья, они всегда возможны в наше время. И, конечно, иметь покровительницей такую святую икону, которая сегодня была вручена, это очень важный знак. Я абсолютно убежден, что это будет работать на благо Крыма. И дай бог крымчанам всем нам предстоящий сезон, поменьше всяких катаклизмов, пожаров и других катастроф. О том, что служба спасателя сложная, говорить не приходится. Люди, работающие в этой сфере, в прямом смысле этого слова проходят сквозь огонь, воду и медные трубы. Сотрудники управления следят за храмом, облагораживают его территорию и стараются не пропускать богослужений. Благодаря общим усилиям к празднику здесь появились 10 туек. Для многих часовня – источник вдохновения в работе. Анатолий Назаренко рассказывает, за всю профессиональную карьеру Всевышний не раз спасал его от несчастий. Становление духовности наших людей и воспитательным целям, которые они должны проводить. Люди должны понимать ситуацию. Духовность должна быть и воспитание в МЧС сотрудников. На благо МЧС и нашей родины, России. Ну и Крыма, естественно. Иконостас часовней постоянно пополняется. Вот и сегодня на одну святыню стало больше. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов подарил приходу икону Николая Чудотворца. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Крымчанам придется потерпеть. Теплая погода придет на полуостров не раньше следующей недели. По этой причине медики предупреждают. Дожди и холода плохо влияют не только на наше настроение, но и на самочувствие. Как сохранить свое здоровье во время ненасти, знает наш корреспондент. Ненастная погода в Крыму продержится до следующей недели. В связи с этим медики рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью. Сильные несвоевременные дожди могут вызвать плохое самочувствие, особенно у пожилых людей и детей. Чтобы сохранить самое дорогое, врачи советуют правильно рассчитывать свои силы и не работать сверх нормы. Человек состоит из органов, сосудов и, естественно, организм реагирует на такие резкие перепады, особенно сосудистая система. Что не менее важно, от скверной погоды страдает и нервная система. Плохое настроение, высокая утомляемость – не то, что можно назвать здоровым состоянием организма. В ближайшее время врачи рекомендуют отменить несрочные дела, а детей ненадолго освободить от домашних обязанностей. Кроме того, если вы планировали начать занятия в тренажерном зале или открыть сезон закаливания, с этим стоит повременить. Организм и так испытывает серьезный стресс. Дополнительно ему ни к чему. Крым будет находиться в зоне еще ночью этого фронта. Завтра также возможны кратковременно дожди и грозы уже в тыловой части Ложбины. Фронт будет уже находиться по востоку Крыма. Такая погода для полуострова не характерна, уверяют специалисты. Однако истории известны холода, которые держались вплоть до начала июня. Например, в 1917 году, 100 лет назад, примерно в это же время, крымчанам пришлось доставать из шкафов зимнюю одежду. Температура на улице едва достигала 1 градуса со знаком «плюс». Никита Егоров, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. Таковы новости сегодняшнего дня. Оставайтесь вместе с нами на телеканале ИТВ. Далее в эфире Тарас Брезицкий. Он расскажет о спорте. Сохраняют интригу претенденты на золотые медали чемпионата Крымской премьер-лиги. И Крымтеплица, и Севастополь уверенно выиграли свои матчи. У команды из «Молодежного» не возникло проблем в игре с Керченским океаном. В отсутствие основной пары центральных защитников, хозяева спорт КТ-арены, на протяжении всего времени поединка диктовали сопернику свои условия. Уже в дебюте мог пополнить бомбардирский актив Игорь Мельник, но из выгодного положения не сумел распорядиться возможностью. А вот Сергей Мельник свой восьмой гол забил. Именно 18-й номер Крымтеплицы оказался самым хладнокровным в напряженный момент и открыл счет, переиграв Максима Шумайлова. Спустя всего две минуты уже раскрепощенные игроки команды хозяев отпраздновали успех во второй раз. Точный удар на счету Максима Приходного. А фактически в одной из следующих атак Приходной оформил дубль и свел шансы океана на положительный результат почти к нулю. Правда, во втором тайме команде из Керчи удалось оживить интригу. Игорь Зубко заработал и сам реализовал пенальти. Но все же последнее слово в матче оказалось за Крымтеплицей. Алексей Бойко забил четвертый гол. Таким образом, хозяева одержали самую уверенную победу в этом году, а заодно впервые смогли забить океану больше трех голов. Игра двоякое впечатление оставила. Первый тайм до 30-й минуты играли, с ошибками играли, но в принципе ничего не дали создать. Потом за пять минут сделали для себя отрицательный результат. Со своих ошибок получили три мяча, что уже в принципе и подвело итог под матчем. Всю неделю мы репетировали короткий средний пас. И там даже не то, что мотивационные слова, а, будем так говорить, футболисты делали то, что их просили. Вот и все. Плюс поле хорошее позволяло. Соперник хороший. В центральном матче Тура Севастополь оказался на голову сильнее ТСК Таврии. Параллельно моряки свели шансы симферопольцев на защиту титула фактически к нулю. Вскрыть оборону гостей Севастополю удалось ближе к перерыву. Вплотную к Игорю Мельнику из Крымтеблицы в споре бомбардиров подобрался Евгений Прокопенко. Во втором тайме севастопольцы забили еще дважды. Девятый раз в нынешнем сезоне отличился Редван Османов. А точку в матче дальним ударом поставил Андрей Кива, заставший врасплох Вячеслава Базилевича. Хорошие скорости были на работе с мячом нашей команды. Мне уже давно нравится, не знаю, должно понравиться болельщикам, потому что нету примитива есть. Но моменты, они не получаются в нашей команде, мы их создаем, ну как бы правильно выразиться. Поэтому мы чаще бьем по воротам, чем соперник. Игра понравилась, и как в обороне, так и в атаке, и в контроле мяча. За три тура до конца чемпионата Севастополь опережает Крымтеплицу на 4 очка. Но команда из Молодежного имеет в запасе игру с Евпаторией. Следующий матч Аграрии сыграют как раз с Таврией на выезде, а Севастополь отправится в Феодосию, где встретится с разгромившей КФУ Бахчисарай со счетом 0-8 Кафой. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова